Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Николай Коляда, режиссер, драматург и прочее-прочее. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Правда ли, что в Екатеринбурге вы поставите спектакль ужасов? По крайней мере, именно так говорят про гробовщика по Пушкину в Камерном театре. Премьера 4 и 6 июня запланирована совсем скоро, на следующей неделе уже. Ну, я не думаю, что это будет такой прямо уж ужас ужасный, мы не испугаем никого, потому что те спецэффекты, которые используются в кино, конечно, в театре они невозможны просто-напросто. И я всегда актерам говорю, когда они играют сцену мертвецов, поскольку Прохоров, Адриан Прохоров, гробовщик, он пригласил на новоселье всех мертвецов, и они пришли. И они, да, взяли и пришли. Но они веселятся, естественно, они поют песни, танцуют, и я говорю артистам, это должна быть такая детская страшилка, стоит черный-черный дом. Потом, отдай мое сердце, и все смеются. Вот должны зрители, ну, немножко так испугаться, но при этом улыбаться все равно. Потому что это улыбаемся не мы, это улыбается великий наш солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин. Вот мы перед началом говорили с вами, Максим, о том, что вот все, что есть и у нас, да и у них тоже, это все от Александра Сергеевича Великого. Заложил основы всего. День рождения которого скоро будем праздновать, в начале июня. Вот от него пошел и Эдгар По, его страшные рассказы, от него пошел и Гоголь тот же самый, который украл Пушкина два сюжета. Ну, он подарил ему, собственно. То есть Гогол был не первым, кто ужастики писал? Хоррор, как бы сейчас сказали. Все-таки Пушкин был первым. Я думаю, что шутя, любя нарочно, Пушкин сел и написал эти несколько страничек гробовщика и очень смеялся. Потому что там во всем видится его улыбка такая. Ему это все весело, и он не пытается никого испугать. А просто посмеяться. Смотрите, как весело и смешно. Страшный сон. Как говорила моя мама, куда ночь, туда и сон. Приснилось. Ну вот смотрите, с одной стороны, вот казалось бы, Коляда поставил спектакль ужасов, хоррор. Ну все, очередь должна выстроиться просто до Восточной, до Железнодорожного моста. Вы все говорите, ну это так, это посмеемся, там мертвецы попляшут, разойдемся. Кого ж вы этим в театр сейчас заманите? Заманим мыслью. А мысль очень важная. Я думаю, что она должна и у вас тут в вашей студии прозвучать. Давайте. А мысль такая. В гробу карманов нет. Вот такая мысль. Свежая. Да, я думаю, она не очень свежая, наверное, и достаточно банальная, но все-таки ее вспоминать надо. Но ее часто забывают. Вспоминать ее надо каждый божий день. Жизнь прожить так, чтобы? Да, так, чтобы тебя вспоминали хорошо, потому что не заберешь ничего на тот свет. Ну собственно, я об этом и хотел спросить, почему гробовщик? Вот именно поэтому, потому что это незатейливая мысль, она должна быть донесена. Мне хочется ее сказать людям, да, я всегда говорю своим студентам, когда пишете что-то, что сказать хочу? Что-то я хочу сказать, тогда и все получится. А если просто так взять и поставить спектакль и получить небольшой гонорар, ну знаете ли, это все так. Пьесу, насколько я понимаю, написали ваши ученики? Да, мои ученики из театральной школы Светлана Гурова и Михаил Батурин. Михаил Батурин бывший журналист, а Света Гурова работает риэлтором. Ну у них как бы совсем, это первое их появление. Творческий тандем. Да, на сцене, они дико волнуются, они даже не ходят на репетиции, боятся страшно. Ну, боятся провала, а я не боюсь, потому что у меня плохо не бывает. Пьеса была написана специально под события? Да. Ирина Викторовна Ивдакимова, директор театра, камерного театра, она решила сделать такой проект. Вместе с Касимовым, Дмитрием, главным режиссером, они решили сделать такой проект под названием «Повести Белкина на сцене». Ну вот, собственно говоря, была... Ну, собственно, одна из повестей. Ну да, станционный соборитель у них вышел, сейчас еще гробовщик, потом будет барышня-крестьянка. Ну, все будет сделано. Я думаю, не без участия моих учеников-драматургов. Я думаю, что они к этому приложат руку. Николай Владимирович, давайте шажок в сторону сделаем. Как, с вашей точки зрения, правильно работать с текстами классиков? Уж вы-то про это знаете все. И Шекспиры, и Грибоедов, и Гоголь, это можно продолжать еще до бесконечности. А вот сейчас Пушкин. Не церемонится. Это ж наше все, вы только что сказали про то, что он заложил основу всей нашей жизни. Понимаете, как бы это сказать, столько раз уже мы видели-довидели на сцене и Пушкина переиначенного, как угодно, и Гоголя, и Чехова, и кого угодно. Поэтому они там сидят на облачке, щелкают семечки, смотрят на нас, смеются. Им весело. Понимаете, от них не убудет. Им это все смешно. Если там кто-то говорит, о, в гробу переворачивается. Да прям, фу, да делайте, что хотите. Потому что есть само произведение. А что ты, что там, кто там фантазирует, кто входит в этот дом, какие там кнопки нажимает. Но это же не имеет никакого значения. Главное, нет, очень важно, что все-таки у этого спектакля, который я делаю сейчас, у гробовщика, у него там ограничения плюс 12. То есть придут школьники, которые, как мы знаем, что уж тут греха таить, не сильно любят читать. Ну хотя бы посмотрят, скажут, о, ничего, дай-ка я прочитаю. Вот хотя бы этим заинтересовать, хотя бы заставить человека заглянуть на страницу. Но у нас же обязательно найдется возмущенная общественность или недоумевающее чиновничество, которое скажет, это ж как, на святыню руку подняли, это какая-то не та интерпретация, а должна быть та интерпретация. Да, вы что творите? Они скажут, это как, гробу карманы есть, они скажут. Кто-то вполне возможно захочет вступить в эту дискуссию. Нет, ну пускай, ради бога, у меня есть на это ответ. Хорошо, есть ли у вас ответ вот на какой вопрос. Гробовщик, это, ну это же небольшой рассказ совсем. Ну да. Но это буквально чтение минут на 15-20. А спектакль, вот я посмотрел аннотацию, длится почти два часа, час сорок пять без антракта. На всякий случай поясню, может кому-то антракт нужен. Вот это как? Вот это как, потому что я нахожу театральный эквивалент всему этому делу. Потому что там же какая история. Адриан Прохоров переезжает в новый дом, новоселье. Там живут немцы, он к ним ходит в гости. Туда, сюда, взаимоотношения. О, это же страшное интересное. Есть где развернуться. Конечно, он пришел к немцам, а те ему сказали, пошел отсюда, Руси Шишвай, ты гробовщик. Он рассердился, пришел домой, говорит, да я мертвецов позову всех на новоселье. А они и пришли, взяли ночью. Вот и все. А потом оказалось, что это сон. А, это называется спойлер, я все рассказал. Пушкина можно пересказать буквально в трех предложениях. Но все-таки читать надо и в театр ходить тоже надо. Чем-то особенно специфически вдохновлялись, когда работали над гробовщиком? Ну, например, первое, что приходит в голову, простите мне этот пример из сферы москульта, трилогия, Гоголь, вот это вот начало, развитие и так далее, которое в кинотеатрах, помните, прошло с колоссальным успехом. Кстати, наш режиссер Баранов снимал. Егор Баранов, который вырос в нашем театре. Ну вот, ваш ученик вас, возможно, вдохновил, и вот, пожалуйста. Я вам сейчас скажу такую вещь, товарищи, не знаете. Олег Ягодин отказался от роли вот этого самого главного, который потом Петров сыграл. Я говорю, Олег, ты что с ума сошел? Сейчас бы была звезда, к нам бы очередь была. Я присоединяюсь к вашим словам. А он сказал, Олег, а мне зачем это надо? Понимаете, Раневская говорила, деньги уходят, позор остается. Можете, такие... Раневская много чего говорила. Ну, и это тоже она говорила, это точно. Нет, он молодец, правильно Ягодин сказал. Ну, слушайте, ему не понравился сценарий. Почему он должен... Ну, ладно, бабки заработаю, только ради этого пойду на сцену. А вы посмотрели то, что получилось? Не всегда ведь сценарий... Кстати, Егор Баранов очень сильно на него обиделся. Я его очень люблю, Баранова. Ну, как бы, он друг нашего театра и очень талантливый человек. Вот сейчас я в Ханты-Мантийске встречался с Соловьевым. Он его учитель, Сергей Соловьев, великий режиссер. Он, ну, Егорка, Егорка, он такой старенький. Все, ой, Баранов, Баранов, мой Баранов. Ну, ваш же, ваш же, я говорю, да, конечно, наш знаем. Ну, он талантливый человек, слушайте, но один любит блины, другой по поводу очку. Это же разные вещи. Но каждый снимает свой хоррор или ставит на подмозг, как выясняется. Часто ли вы вообще работаете, ну, скажем, на других площадках, в других театрах? Все-таки камерный театр это не каледать. Ну, вот сейчас я поеду, товарищи, дорогие, радуйтесь. 10 июня я начну ставить спектакль в знаменитом театре Вахтангова. Буду ставить свою пьесу «Баба Шанель». А что нам радоваться, то вы же уедете из Екатеринбурга? Так радуйтесь, что ваш, ваш, понимаете, уральский. Чё по счету, куда шадишься? На Урале три дыры, гарри, шали, таборы. Поехал, понимаешь, поехал в Москву, в театр Вахтангова позвали. Кого еще зовут? Никого больше не зовут. А когда смотреть уже готовый спектакль? 22 ноября будет премьера. Ну, вот, сейчас буду репетировать. Там знаменитые артистки такие старые, народные, в «Бабе Шанель». Ну, позвал меня Тумина, знаменитый, великий режиссер и директор театра Кирилл Крок. Так что я, ну, как бы этому радуюсь, что моя пьеса увидит свет на сцене Великого театра Вахтангова. «Баба Шанель» ведь очень часто ставится. Да много ее ставят, на всех языках народов мира. Ее на киргизском ставили, там тетки такие в челмах мне присылали фотографию. И на чувашском ставили. Но это будет компиляция из того, что было раньше, или, я не знаю, какое-то абсолютно новое прочтение? Зачем? Ну что, Господь с вами. Нет, я буду делать абсолютно спектакль, ну, с теми, это же актеры совсем, ну, как, это не повторишь, это нельзя. Ну, посмотрите видеокассету и сделайте так, как у меня. Нет. А потом я много ставлю в Польше, я много ставил, я ставил в Германии, да много где ставил. Делов-то, подумаешь, ну, каждый раз, ну, трудно, конечно, сначала, потому что, ну, как бы все равно артистов переводят. Вот сейчас я был у себя на репетиции. Какую-то чушь. Делаю я сейчас пьесу на Сферату, свою пьесу с Сашей. Это моноспектакль. Моноспектакль с Замураевым Сашей. Вот что скажешь, какую-то ерунду, что в башку ударит, а они делают. Потому что в другом театре они скажут, скажите, пожалуйста, а зачем это? А почему это? И начинается заседание Государственной Думы. А надо выйти на сцену и придуриваться, понимаете? Иди, придуривайся, иди, иди. Ходи, придуривайся, что-нибудь придумается. Куда-нибудь выведем. Самое последнее. Уже? Ну, все, время заканчивается, понимаете? Примерно так же, как и на спектаклях ваших. Рано или поздно они же заканчиваются. Планы на лето какие? Работаем, идем в отпуск, уезжаем на гастроли, Каледа Плейс проводим. Каледа Плейс будет с 1 по 10 ноября. Теперь он будет зимним, так сказать, нелетним. Я буду писать летом, в июле месяце пьесу «Каллигула». Буду ставить себя в театре в новом сезоне. Так что, товарищи, ждите. Я буду еще ставить Булгакова, ставить Иван Васильевич меняет профессию. Буду детскую сказку новогоднюю ставить. Слушайте, дал бы Бог здоровья, Максим. Да если бы только не болеть. Спина болит, зараза, не знаю, все, болит. А вот здоровья мы со зрителями вам и пожелаем. Спасибо вам большое, приходите к нам еще. Николай Коляда был в гостях у нас сегодня на программе «Стенд». До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова